Здравствуйте дорогие подписчики! Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Сегодня мы расскажем, кто в России главный латифундист, сколько стоит зерно и масличное на мировом рынке и куда поехала российская кукуруза накануне введения пошлин. Дайте другие новости в нашем выпуске. Журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших латифундистов в России. По площади сельхозугодий, которые находятся в собственности или долгосрочной аренде, в лидеры вырвался Мираторг. Его земельный банк превышает миллион гектаров. На втором месте Продимекс свыше 890 тысяч гектаров. Третью строчку скромно занимает агрокомплекс имени Ткачева, который, правда, выбился в лидеры по стоимости земли. Общий земельный банк агрокомплекса Forbes оценил 88,6 миллиарда рублей. Это на 39 миллиардов рублей дороже, чем земельный банк нашего миллионника Мираторга. А почему? Да потому что в Краснодарском крае земля стоит очень дорого. Оценку проводила консалтинговая компания BEFL. Ее управляющий директор Владислав Новоселов отметил, что за последний год сельхозпродукция значительно выросла в цене, порой даже в два раза. Инвесторы получили дополнительный капитал и не нашли ничего лучше, как вложить его в покупку земель. Интересно, что общий земельный банк 20 крупнейших землевладельцев России за год подорожал на треть. Раньше стоимость сельхозугодья оценивалась в 470 миллиардов рублей, сейчас она стоит уже 617 миллиардов рублей. На прошлой неделе российская пшеница с протеином 12,5% подорожала примерно на 4 доллара за тонну, отметила агентство Савекон. По его данным, сейчас тона в глубоководных портах торгуется на уровне 284 доллара. Повышательный тренд заметили и другие аналитики. По данным Маккар, тона пшеницы в глубоководных портах стоит 287 долларов, по данным агентства Refinity в 286,5 доллара за тонну. Агентство Савекон объяснило, что в конце января, когда российская пшеница достигла уровня в 300 долларов за тонну, она стала не очень конкурентоспособной, нас быстро заменили другие страны. Например, поставки в Азию взяла на себя Австралия, поставки в Северную Африку, Средний и Ближний Восток взяли на себя страны Евросоюза. Но теперь у наших конкурентов пшеница дорожает, поэтому мы поддержали общий тренд. Закупочные цены в глубоководных портах стабилизировались на уровне 15 тысяч рублей за тонну без НДС, сообщается в ЭКОН. Агентство полагает, что в ближайшее время понижение цен на пшеницу в России замедлится, а на юге страны возможен даже небольшой рост. С 1 марта пошлина на вывоз российской пшеницы увеличилась до 50 евро. И теперь мы увидим замедление отгрузок, сказал генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, если в феврале мы поставили на экспорт 3 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы, то в марте отгрузки упадут вдвое, до миллиона 700 миллиона 900 тысяч тонн пшеницы. Общий экспорт зерновых и зерновобовых культур также сократится с 4 до 2,5 миллиона тонн. Издание Коммерсант заметило, что в январе неожиданно в главные импортеры российской продукции вырвалась Грузия. Эта страна закупила в январе очень много пшеницы. Всего сначала сельхозгода Грузия ввезла 625 тысяч тонн российской пшеницы и треть этого объема пришлась как раз на январь. Кроме того, Грузия стала крупнейшим импортером российской кукурузы. Она купила 133 тысячи тонн, в то время как традиционный покупатель Турция ввезла всего 60 тысяч тонн российской кукурузы. Гендиректор Савакона Андрей Сизов предположил, что в ближайшие месяцы мы можем увидеть реэкспорт российского зерна через Грузию в Турцию. Например, это очень легко сделать, используя небольшие суда в порту Поти. Мягкая зима значительно улучшила состояние озимых, отметил глава Росгидромедцентра Роман Вильфанд. По его словам, в зиму мы уходили с огромной площадью изреженных плохих посевов 22%. Это максимум за последние 7 лет. Однако к марту мы подошли с долей изреженных посевов, которая равна всего 7-9% в целом по стране. В абсолютных величинах это где-то 1 400 000 гектаров, 1 800 000 гектаров из общей площади 19 300 000 гектаров озимых культур. Наибольшую тревогу вызывают посевы в Центральном Федеральном округе, Северо-Кавказском Федеральном округе, а также в ряде регионов Южного Федерального округа. Так, доля полей, где изреженность более 50% в Южном Федеральном округе составляет 6-8%, в Центральном Федеральном округе 11-13%, в СКФО 8-10%. Масличные культуры на мировом рынке дорожают, сообщает агентство Грейнтрейд. За последние 2,5 месяца они выросли в цене на 20-35%. Этому способствовали проблемы с экспортом из стран Южной Америки. Сначала в Аргентине грузоперевозчики бастовали, потом в Бразилии пошли дожди, которые значительно замедлили уборку сои. Вот результат, вы видите его на своих экранах. Стоит отметить, что котировки масличных культурного урожая торгуются на значительно более низких уровнях. Так, например, на Украине за подсолнечник с поставкой в октябре по форвардным контрактам предлагают 500 долларов за тонну. РАПС в Париже с поставкой в августе торгуется по 514 долларов за тонну. Что касается России, то здесь все завязано на наши маслозаводы, которые, к сожалению, прекратили закупку семечки. Глава Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что крупные переработчики накопили достаточно сырья, чтобы проработать до конца сезона, а вот заводы, которые работают на небольших объемах, цитата, просто не готовы дальше накапливать убытки. Кроме того, маслозаводы опасаются, что правительство России может ввести экспортную пошлину на масло. По словам Михаила Мальцева, все документы уже завизированы, готовы и ожидают только подпись Михаила Мишустина. Согласно документам, размер экспортной пошлины составит 15%, но не менее 135 долларов за тонну. В Масложировом союзе подсчитали, что если пошлина будет введена, то до конца сезона убыток маслопереработчиков достигнет 19 миллиардов рублей. В комментариях многие из вас говорили, что пора уже вводить экспортную пошлину на минеральные удобрения. Слишком уже они активно дорожают. Увы, Минпромторг России эту идею не поддержал. Ведомство отметило, что производство минеральных удобрений – это экспортоориентированная и высококонкурентная отрасль на мировом рынке. Если мы сейчас как-нибудь будем ограничивать поставку минеральных удобрений на мировой рынок, то наше место тут же займут конкуренты. В Минпромторге уточнили, что разница между ценой на минеральные удобрения на внутреннем рынке и на внешнем составляет более 20%. А если аграрии жалуются, то на это есть фаз, который как раз сейчас занимается проверкой цен. Результаты этой проверки Минпромторг ожидает увидеть к середине марта. На рынке российского продовольствия продолжаем наблюдать государственное вмешательство. На этой неделе стало известно, что производители мяса, птиц и куриного яйца готовы сдерживать цены на свою продукцию. Гентректор Национального союза птицеводов Сергей Лохтюхов отметил, что юридически это соглашение пока никак не оформлено, но все производители сошлись во мнении, что сдерживать цены нужно. Отмечу, что с начала года куриные яйца подорожали на 2,3%, мясо птицы на 6,3%. Минсельхоз в свою очередь пообещал производителям определенную поддержку. Например, будут увеличены лимиты краткосрочных кредитов с миллиарда до полутора миллиардов рублей, будут продлены льготные инвестиционные кредиты до 12 лет тем предприятиям, которые столкнулись с птичьим гриппом. А кроме того, Минсельхоз следующего года может поэтапно начать увеличивать ставку таможенной ввозной пошлины для инкубационного яйца. Ведомстве считают, что нужно развивать производство инкубационного яйца в России. Для этого будут предусмотрены определенные меры поддержки. Например, производителям инкубационного яйца будут выплачиваться капексы на возведение объектов инкубаторов. Но производители птицеводческой продукции, конечно, ждут субсидий. По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лохчюхова, учитывая рост себестоимости продукции птицеводства, все наши производители рассчитывают на то, что получат около 7-10 рублей на килограмм готовой продукции. По традиции заканчиваем выпуск позитивной новостью. Гендиректор компании Росагролизинг Павел Косов сообщил, что в ближайшее время сельхозпроизводители смогут получить по программам льготного лизинга дроны для распыления средств защиты растений или удобрений. Это перспективное направление, советуем всем вам присмотреться. Кроме того, льготный лизинг будет распространяться на системы автопилота, который можно установить и на комбайн, и на трактор. Если же эта новость не кажется вам достаточно позитивной, то сообщим еще одну. На этой неделе Россия вывела из-под действия продембарго племенных виноградных улиток. Так что теперь, в отличие от главы ВСИН, санкции на них не распространяются. Оставайтесь с нами, пишите в комментариях, что вас волнует. Всего доброго!